Стою возле музея Бальзака. Возле этого музея недалеко находится парк Пасси. Небольшой парк возле метро Пасси. Тут налево пойдешь, что-то найдешь, направо пойдешь, что-то найдешь. Здесь все усыпано какими-то достопримечательными сцами. Если повернуть направо, это дом Бальзака и вот этот парк Пасси. Если повернуть налево, там есть смотровая площадка, где видна Эклевая башня. Там есть музей Клеменцов. Ну и возле Пасси можно спуститься и посмотреть музей вина. А сейчас я хочу подойти в парк. Я стою возле музея. Я пройду пару минут и покажу парк Пасси. Музей Бальзака сверху. Авеню Де Парк Де Пасси. Одна часть ремонтируется, поэтому снимаю немного боком и спускаюсь в парк Пасси. Это две минуты от дома Бальзака и две минуты от метро Пасси. Шестая линия. Лестница красивая, но под ремонтом заснять нельзя. Впереди Олимпиада. Весь Париж под ремонтом. Сбоку виднеется дом Бальзака. И здесь вход в парк Пасси. С собаками входить нельзя. Только с детьми, которые водят как собаки. Пример того как раз. Кто кого перекричит, перегавка из 5 часов. Дети вернули с садика, со школы. Один из самых дорогих районов Парижа. Черная тетя, белые дети. Няня выгуливает детей. Плавно спускаясь, можно подойти к Сене и выйти к Лебеджему острову. Или к Лебединому острову. И так и так правильно. Район более-менее спокойный. Самый дорогой и престижный район. Там дети при входе бегают совсем маленькие. Сами себе предоставлены. Может быть у них здесь есть воспитательница, но она как-то за ними совсем не смотрит. Потому что совсем-совсем маленькие. Бегают и делают, что хотят. И рядом никого нету совершенно. С парка можно увидеть башенку. Часть. 5 часов вечера. Солнце уже немного, уже садится. Но еще немножко видно. Оскучение есть. Парк заполнен людьми к вечеру. После школы, после садиков. Родители с детьми. Няньки с детьми. Детская площадка просто заполнена до сказа. Место очень симпатичное, тихое. Район хороший. Красивый. Близко из детской площадки подходить не буду. Но там просто все упаковано. Каждый сантиметр. Вечером парк захватывает детвора. После школы, после садиков. Я вот смотрю, совсем маленькие. Бегают. Видимо, здесь в прилегающих домах живут. Абсолютно без взрослых. Без нянек. Я прошла через парк посередине. Общественный парк, прилегающий к метро Пасси. Для тех, кто здесь живет. Для тех, кто будет здесь. Возле башни кто хочет сделать. И фото. Вполне реально. Здесь много видно башни. И после парка Я вышла к стене. Тут есть лебединый остров. Тянется он. Лебяший остров. Бывшая плотина. Протяженный остров. Но на самом острове ничего нет. Там есть тренажеры. Ну, как везде в парках. Это как маленькая полоса парковая. И заканчивается эта парковая полоса. Там стоит статуя свободы. Которую американцы подарили. В обмен на статую, которую подарили французы. Лебединому озеру. Можно спуститься. От Пасси. Или от предыдущей станции метро. Шестая линия. Я была в парке Пасси. Я спустилась просто через парк. Вышла к стене. Показать боком, так сказать, этот остров. Нет смысла по нему гулять. Там особо ничего нету. Кроме последней статуи свободы в конце. Такая прогулочная зона. Для отдыха. Посередине. Реки, которая проходит. В одном виде я засняла немножко статуи свободы. Напротив статуи свободы есть хороший торговый центр. Десятая линия метро. А также ее можно увидеть на экскурсии. Если взять экскурсию на кораблике, то кораблик огибает как раз этот остров. И там видно статуи. Но не все кораблики делают похожие экскурсии. Они разные. Народ выйдет на яхте и тоже что-то снимает. Свадьба, клипки. Понятно, что они снимают там. Ну а я пешочком двигаюсь к мосту. Пару кадров с моста. И потом ближе к башне подойду. Рядом с посередине еще есть музей вина. Я упоминала его. Там можно не только сам музей посмотреть, но еще продегустировать вино. Можно взять билет с дегустацией. А также тут есть дом радио по соседству. И вот возле этого дома радио раньше уходил кораблик. Там были дискотеки. Как он уходил? Он уходил в 9 вечера. Делал круиз возле этой львовой башни. С угощением. Народ кормили. И потом возвращался опять к этому дому радио. Но для девушек ход был бесплатный. А танцевали там вначале лотину. И я взяла приглашение и побежала, значит, на этот кораблик. А кораблик швартуется крайне неудобно. И таких, как я, было человек 10-15. Мы все потерялись и не могли найти. Где же он швартуется, этот кораблик? Мы опоздали где-то на полчаса. И он уже ушел. И только на следующей неделе, через неделю я опять пришла. У меня был как бы на 2 недели бесплатный проход. Заходишь на кораблик, тебя кормят бесплатно. Потом круиз бесплатно. А потом ты еще танцуешь бесплатно. Но, в общем, народ, видимо, понял, что жару надо прикрывать. Ну как же так? Это все бесплатно. Жила еще все много появится. И по прошествии того, как я туда пришла, уже на следующий раз, через неделю, через 2, эту лавочку прикрыли. Сделали вход бесплатный только где-то с 11-12 вечера. Это уже неинтересно, потому что народ уже запивается до потери сознания. И уже эта пьяная толпа просто прыгает, скачет, им все пофиг. А когда приходишь в 9, вначале, как я приходила, народ резвый. Там идут занятия по танцам, по-латинским. Потом как бы свободно танцуешь. В это время он уже ходит в круиз. Идет, скорее всего, в башню. Все люди выпивают, стоят наверху, проходят возле башни, все страпируются. Народ плечит, загадывает желания. Ну, кто что, во что гораздо. И, в общем, этот пуршет, после того, где я туда сходила, резко закрыли. Все было хорошо, но тут пришла я. И лавочку прикрыли. И теперь, ну, когда дозе карантинов, можно было, опять же, для девушек можно было взять вход бесплатный, но с 11-12, когда он уже делал круиз и возвращался. А сделали с 9 часов уже платный вход. Я один раз была, посмотрела. Но мне не нравится на корабликах и дискотеке. Я была несколько раз. В каждом раз я брала бесплатные пригласительные для девушек. Для женщин можно взять бесплатную пригласительную. Но мне не понравилось. Мне ночные клубы нравятся больше. Помимо того, что на кораблике может укачать, когда погода не очень хорошая, гардероб стоил на корабликах очень дорого, около 6 евро, мне кажется, 4-6 евро сумка там или рюкзак. Если я приходила зимой или один раз зимой, мне кажется, была, или весной. Потом толпа забивается. Вначале все тихо, спокойно, потом это в балаган перевращается в бардак. В толпах скачет, совсем такая уже дошедшая до кондиции. Им все равно в принципе под что танцевать, что танцевать, под что танцевать, им уже все пофиг. И в общем мне это не совсем понравилось. Посещение ночных клубов мне нравится больше. Клубок тоже народ выпивает, но как-то цивилизованно. А на кораблике это превращается в какой-то хаос. Продолжение следует...